Поговорим о космосе. Немного у нас в гостях генеральный директор национальной космической компании Максим Куликов. Здравствуйте, Максим. Доброе утро. Уже привыкли, что вас красноярский Илон Маск называют? Приятно или не очень? Для этого нужно очень много сделать, чтобы как-то соответствовать данному имени. А давайте расскажем, что уже сделано, как в красноярская космическая компания вообще случилось такое словосочетание и как давно она появилась. Это частная космонавтика, правильно? Да, это частная компания космическая. Работаем мы уже чуть больше года. За год. Понятно, в рамках мира, в границах мира мы сделали очень мало, но в рамках Российской Федерации, в наше общество мы уже сделали такой хороший шаг. Мы запустили первую ракету, портатив ракеты субрабитального, буквально 3 июня. Она взлетела на высоту 15 километров. Это в России, в СНГ, в современной, никто этого не делал. Это же в Книгу рекордов попадает, да? В Книгу рекордов России, да, потому что именно частная компания это сделала, частные лица. Мы провели огневые испытания двигателя ракетного, то есть у нас будет буквально уже в июле, в августе завершающий этап, и у нас будет готовый свой собственный прототип, точнее двигатель для второй ступени нашего основного проекта – это ракета «Сибирь». Но это же по сути будущее, вот эта частная космонавтика, она дальше для чего прикладная функция, грузы, в чем смысл? Обеспечивать крупнейшим игрокам, например, операторов связи газа, нефть и добывающей промышленности, именно доставку спутников, потому что рынок растет, они в этом нуждаются. Это не будущее, это и настоящее, и будущее, поэтому развивать нужную космонавтику. То есть Рогозин загрустил? Нет, почему? Они заинтересованы в этом, потому что и политика государства складывается на то, чтобы участникам помогать. Я думаю, хорошие перспективы у нас есть. Вот этот запуск, о котором мы сказали, это как первый этап, что дальше происходит? Запуск – это первый этап. Конечно, многие нас начали критиковать, запустили, как я читал в комментариях в Фейсбуке, пороховую палку в небо. Мы тоже можем запустить. Понятно, что все могут, и у нас в России много очень специалистов, хороших, толковых, это радует. Но вот наша маленькая ракета – это был некий этап. То есть мы отличаемся от просто запуска тем, что у нас это этап первый. В нем мы также отработали систему управления ракетой, системы спасения, то есть маячки, по которым можно находить. И аналогичная система у нас будет стоять на большой ракете. То есть, в принципе, мы к этому идем. То есть это как тест? Все очень взаимосвязано, да. Как вообще? Я слабо себе представляю, как вообще организовать такую компанию, которая строит ракеты. Во-первых, это люди. Во-вторых, это материальное, да, какое-то обеспечение. Откуда это все берется? Надо же найти идейных людей, которые за вами там вместе пойдут, скажут, давайте вот, ребят, строить ракеты. Частная космонавтика. Замахнуться надо, понимаешь? Да. Если захотеть, то можно все организовать в этой жизни. Специалистов у нас много, особенно в Красноярске, потому что город у нас в космической промышленности. Их очень много, и по отношению к Москве они не такие требовательные, с точки зрения оплаты труда. Что касается реализации этого проекта и вопросов, я честно... И инвестиции. Откуда он берется, да? А, все. Они государственные, частные. Инвестиции, да. У нас есть два направления. Первое направление – это частные инвестиции, которые люди заинтересованы в этой сфере деятельности. А второе направление – это будем привлекать финансирование с помощью Московской фондовой биржи, выпуском облигаций. То есть мы рассматриваем два варианта на сегодняшний день. И я думаю, все это реально. Мы просто показываем какие-то результаты, и у нас все будет хорошо. По срокам как у вас? Какой расчет? Когда уже ракета Сибирь? Многие, конечно, к срокам аккуратно относятся, но я вас с уверенностью говорю, что в 2022 году, крайне в 2023 году, у нас будет уже летный образец ракеты, нашей основной легкой, которая будет высотой 30 метров и поднимать на орбиту до тонны груза. Это для частного космоса уже престижно. Где строится ракета? Это в Красноярске все? Ведем переговоры, будем строить? Нет. Космос – это кооперация. То есть мы будем договариваться и договариваться с предприятиями Роскосмоса, возможно, Ростеха, кто занимается именно производством разных компонентов, в том числе агрегатов, ракет, двигателей, систем управления. То есть это будет как конструктор собираться из разных точек? Где спутники строят в Красноярске? По сути, как автомобиль. Есть место сборки, есть различные организации, кто занимается различными компонентами этой ракеты. Потом дилерский центр открываете, и человек заходит, выбирает себе… Вот эту, розовенькую. То есть не будет такого, что мы едем по Красноярску, здесь у нас алюминиевый зал, вот это вот СФУ, вот это, здесь ракеты строят? Нет. Формировать производство – это очень дорого, это нецелесообразно, если уже есть предприятие действующее. Но сейчас же, по сути, даже телефоны не собирают в одном месте. Это всегда это приготовили там, это тут собрали, и потом уже где-то в одном месте. У нас экономика построена, это правильно, я считаю. Ни в одном месте невозможно все сконструировать. А как вообще по России? Много таких компаний, как вы, которые занимаются частным космосом? Компаний немного, компаний есть. Все стараются сделать, но, конечно же, как я уже говорил ранее, временно у них ничего не получилось. Вот мы сейчас вместе с ними сотрудничаем и пытаемся все вместе, все вместе, мы не одни, создать этот интересный проект, его реализовать. А в чем сложности? У нас же очень долгое время космонавтика была на высоком уровне, а потом долгое время мы слышали, что где-то что-то не запустилось, где-то не ушло, где-то развалилось. Я думаю, так всегда было, просто сейчас СМИ работают. Разговаривают больше об этом, да? Не хватает ресурсов, каких-то знаний, познаний людей, либо технологии и, опять же, инвестиции? Что касается частной космонавтики, то, конечно, ключевое – это не хватает инвестирования. То есть для того, чтобы инвестиции привлечь с помощью облигаций, с помощью частных лиц, нужно продукт упаковать, во-первых, сделать хорошую коммерческую модель, чтобы люди понимали, где будет их выгода, потому что, ну, благодарностью многие любят заниматься, тем более, в космонавтике. Поэтому, ну, вот, нужно работать, чтобы прежде инвестиции, но никакого пока это не получилось. Мы вот знаем, что у нас получится. Максим, вы до частной космонавтики, до вот этой космической компании, чем занимались вообще? Как вы готовы? Я работал в полиции, считаю, довольно успешно занимался расследованием убийств, получил капитана полиции звания. Включил. Десять лет, то есть это с учебой и с работой. Потом занимался финансами, везде считаю, что достиг какого-то уже предела, именно внутреннего роста, и посчитал, что охота чем-то глобальным заняться, и подумал, что почему бы и нет. Ну, знаешь, как у людей бывает, стеклянный потолок над собой почувствовал, вот здесь человек замахнулся, чтобы не было вообще потолка, прям до космоса. Мы вас поздравляем с успешным запуском. Спасибо большое. В два раза быстрее скорости звука улетела вот эта ракеза, о которой мы поговорили. Это, конечно, интересно, но и дальнейших вам успехов мы хотим гордиться космическим. Будем следить, будем стараться. Да, Национальная космическая компания, генеральный директор этой компании Максим Кульков был у нас в гостях. Спасибо, Максим. Мы продолжаем нашу программу, ну а вы следите за развитием этой компании, и если есть возможность, то помогайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.